Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 16 мая, и Церковь в этот день предлагает нам два отрывка из книги «Апостол». Это отрывок из книги «Деяний святых апостолов» и послание к евреям, святого апостола Павла. И буквально в среду мы чтили с вами, было приполовение Пятидесятницы, и мы чтили с вами память апостола Иакова Зеведеева. Как раз-таки это чтение совпадает с сегодняшним чтением книги «Деяний святых апостолов». Читается 12 глава, первые 11 стихов. И мы в среду с вами прочитали этот отрывок. И сегодня предлагаю вам обратить свое внимание на другой отрывок, который читается сегодня за богослужением. Это отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 13 стихи 7 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. И мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие из кинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится в первосвященникам за святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Дорогие братья и сестры, мы читаем сегодня с вами отрывок из послания апостола Павла к евреям, и он как нельзя кстати сегодня, потому что мы читаем с вами книгу «Деяния святых апостолов», и мы читаем о том, как начиналась жизнь церкви, как она формировалась, какие трудности преодолевали апостолы, с какими внешними угрозами и внутренними нестроениями сталкивалась церковь. Вспомним историю Сапфира и Анании, вспомним историю спора иудеев с апостолом Петром, которые мы прочитали, как они были недовольны тем, что апостол Петр не просто крестил их, а просто даже вошел к ним в дом, к сотнику, к Корнилю, к язычнику. Все эти нестроения, внешние и внутренние, говорят нам о том подвиге, который совершали апостолы, проповедуя Христа. И сегодня апостол Павел предлагает нам поминать наших наставников в вере, а первые наши наставники – это, конечно же, апостолы. Ведь наша вера и наша церковь – она святая апостольская церковь, вселенская. И говорит нам сегодня апостол, «поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». В жизни каждого из нас, я надеюсь, была важная встреча с человеком верующим, который разрешил какой-то внутренний конфликт, который своим примером, примером своей жизни или своей проповедью привернул мир вокруг нас и внутри, прежде всего, нас. И мы с этого момента уже стали склоняться к вере в Бога и доверия Иисусу Христу, и веру в Церковь Его. И вот этих наставников мы всегда поминаем в вечернем нашем правиле, в молитвословах всегда есть строки о том, что некие молитвы, где мы поминаем наших родителей, наших духовных отцов, наших благодетелей и наставников наших. И это как раз-таки добрая христианская традиция чтить ту память, память о наших наставниках, память о наших учителях, которые показали нам истинный пример веры Христовой, истинный пример евангельского жития, не только слов, но и самой жизни человеческой по Слову Божьему. И Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Действительно, меняются времена, меняются условия проповеди, меняется убранство храмов, церквей. В какие-то времена не было больших соборов и храмов, в какие-то они появляются, потом их разрешают, потом они заново отстраиваются, но Христос всегда один и тот же. Наш, объект нашей проповеди, то, о чем мы говорим, во что мы верим, всегда один и тот же. Через Христа мы имеем доступ ко Святой Троице, а Христос всегда во веки и ныне тот же. Учениями различными, дальше идут советы, о том, что учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Мы не должны ими увлекаться, но это не значит, что мы не должны знать о том, что они существуют, мы не должны закрываться в темноте собственного невежества и закрываться от того, что уже мозолит глаз, то, что вокруг нас. А для того, чтобы не увлекаться, мы должны прекрасно разбираться и в своей христианской вере, быть не просто эмоциональными, расположенными к церкви, как к некому нравственному институту, но и разделять его убеждения, убеждения церкви, для того, чтобы не просто в ком-то искать ответы, у кого-то искать ответы, залезать в интернет и искать какого-то мудрого батюшку или богослова, чтобы ответить на тот или иной вопрос, но сами должны стремиться познавать свою церковь, любить ее. И тогда мы, даже при знакомстве с какими-то иными учениями, они не будут нас смущать, и мы не сможем ими увлечься, потому что мы будем твердо стоять в христианском исповедании. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, говорит автор послания, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Здесь говорится как раз-таки о том переходе, ведь послание написано к евреям, о том переходе от ветхозаветного устройства жизни, от иудейского устройства жизни, к христианскому. Христос расширил вот эти ворота скинии, и теперь не нужно приносить в жертву животных, жертвенных животных, никого не нужно убивать, ведь Христос умер за нас. И мы должны приносить эту жертву хвалы, прославляя Его подвиг. Мы приносим эту жертву хваления, как поется в евхаристическом каноне на литургии. Милость мира, жертву хваления. Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат, вне скинии. «Итак, выйдем к нему застан за пределы скинии, нося его поругания». Эти слова, они очень важны и более понятны иудейскому мировоззрению тогда, когда писались эти слова. Это был призыв к евреям, к иудеям, чтобы они приняли спасительные деяния Иисуса Христа, Господа нашего, и вышли из этого внешнего сознания, из этого внешнего иудейского мировоззрения навстречу новому христианскому. И из Ветхого Завета заключили новый завет с Богом через кровь Иисуса Христа. Но это требует определенной мужественности человека, определенного мужества общины, которые должны разорваться старым, ветхим, потому что новое вино нельзя вливать в ветхие мехи, ибо и мехи прорвутся, и вино пропадет. Поэтому этот призыв обращен к тем, что к тем людям, к евреям, прежде всего, тогда был обращен, а сегодня он обращен к нам, чтобы мы выходили из своей внутренней зоны комфорта, из привычного обряда и верия, уходили от суеверий и приближались к истинной вере Христовой, которая меняет, прежде всего, наше внутреннее сердце. И это сердце, как сказано, оно должно быть благотворительным и общительным, потому что сказано в 16 стихе. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Будем приносить в жертву какие-то наши обряды, верные убеждения, суеверия, но будем взращивать в себе жертву благотворительности и жертву общительности с ближним, ибо именно эти жертвы благоугодны Богу. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое при высшем небесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова